Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, абсолютный рекордсмен по набранным очкам и заброшенным шайбам в чемпионате страны. Сергей Мазякин не просто легенда континентальной хоккейной лиги, он легенда всего российского спорта. Сергей, я хочу первое, что спросить, как у вас жизнь? Вы вообще освоились в новой для себя роли? Я в смысле без хоккея, без хоккея на льду. Ну, у меня было время, наверное, год отдохнуть и, наверное, подумать, как-то так успокоиться немножко. Конечно, неожиданно, в первую очередь, для меня, наверное, было карьеру заканчивать. Опять же, последний год не такой плохой, в принципе, для меня был. И Лоффин сыграл, в принципе, неплохо. Я по этому поводу переживал, но сейчас, скажем так, я считаю, что все вовремя закончилось. То есть, ну, как-то так смотришь сейчас на... С другой стороны, уже на хоккей и понимаешь, что, наверное, как-то... Именно тот момент был, когда нужно было, скажем так, закончить. У вас, когда вот вы карьеру завершили первые дни, вот не было такого, что вы с утра просыпаетесь? Обычно надо ехать там на тренировку, на базу, не знаю, на восстановление, что вы... А вы здесь вот так вот стоите, как в кино, в зеркало смотрите и думаете, а что делать-то? Ну, вот так год я и прожил, как бы... Не знал, куда, чего пойти, я не знаю даже. Ну, первое время, конечно, не хотелось вообще никуда. Ну, реально устал. Наверное, накопилось за все эти годы. И потом уже со временем начал понимать, что... Ну, реально усталость накопилась. У вас выдающаяся карьера, вы можете, конечно, сейчас скромно говорить, да нет, что я такого сделал, как вы любили говорить в бытности вашего игроком. Ну, давайте выберем главные победы ваши, вот для вас. Что, вот первое, что приходит на ум сейчас? Ну, первая, наверное, моя победа – это чемпионат мира. Какой? Восьмой год. Ну, заняться уже второй был, девятый год. Вот, ну, это, наверное, сейчас... Это, наверное, большие такие победы какие-то. Ну, если взять, там, детскую школу, то мы на Москву, например, выигрывали. А вы помните? Да, конечно. Это важно было? У меня даже такой дневник был, я записывал там какие-то моменты. В то время, как, ну, не так много зерославливых, ну, выигрывали какие-то чемпионаты на Москву, например. Ну, конечно же, мои переезды сюда, в Магнитогорск. Опять же, у меня была какая-то своя задача, ну, там, выиграть кубок Гагарина. А в Матищах мне немножко не хватило до этого добраться. Я ехал сюда именно с такой целью, чтобы добраться. Ну, понятно, что это не всегда получается, но такая цель стояла. Платонов дернул на ворота, с ним вел борьбу Ажиганов, и потом шайба отскочила. Платонов попал в ворот. Сергей Мазякин под занавес первого периода выводит Магнитку вперед. Во второй раз, по ходу, сегодняшнего матча. Да, прозевали сейчас рывок Мазякина новосибирские хоккеисты. Вы сказали про 2008 год, чемпионат мира в КВБ. Вы можете вообще описать атмосферу в той команде? Почему тогда случилось это чудо на льду практически? Ну, первое, наверное, это все-таки тренер. Он перевернул вообще все, как бы, все, что происходило до этого. То есть я ездил и до этого в сборную, ну, на чемпионатах мира в Риге, по-моему, я играл несколько игр. Потом в Чехии был, там не сыграл. И вот потом у меня был, можно сказать, полноценный чемпионат мира. Это вот как раз с новым тренером, с Быковым. И я с ним еще и в ЦСКА застал. То есть человек, который, ну, вообще отношение людей к тренерам, к тренировкам изменил полностью. Было интересно. Не было такой какой-то рутины. Все было на позитиве, скажем, на улыбке, общение с тренером. Потому что, ну, в то время просто так взять пообщаться с тренером, ну, нереально было. А он принес вот это вот все. И опять же команда была настолько сплоченная, наверное. Те же с НХЛ ребята, да, приезжали. Не было такой какой-то разницы между, как было до этого, что приезжают звезды и отодвинься. Была такая целая, целиковая команда. Ну, и от этого и, наверное, результат был. Пас-центр на Мазякина. Штанга. Мазякин попадает в штангу. И еще момент. Мазякин. Гол. Гол Мазякин. Мазякин справляется по заброшенным шайбам с Анатолием Фирсовым. Давайте вернемся в вашу юность практически. Вот в момент, когда вы в Ярославле. И потом вы уезжаете в Канаду, в юниорскую лигу. Расскажите вообще, как все происходило. Вы сыграли в юниорской лиге совсем немного матчей. Почему вы там оказались? Почему оттуда уехали? Как так случилось? Ну, наверное, как-то и раньше агенты, скажем так, не до конца договорились между клубами. Нам сказали, что все хорошо, все договорено. То есть, когда мы приехали в Канаду, сыграли несколько игр. Пришло письмо из Ярославля, что мы не имеем права играть. Ну, мы как бы там находились, да, еще какое-то время. Пробыли там полгода, наверное. И потом позвонили из Москвы в Крылья. Сначала мы приехали в Крылья. Такой момент получился. Мы приехали в Крылья, а там команда бастует. И опять же мы как к разбитому корыту приехали. То есть, ни команды, ни первой, ничего нет. Какой-то там тоже развал был. Вот, играли там под какими-то чужими фамилиями, да. Это мы говорим где-то 98-й, 99-й. Вот, и в какой-то игре как раз мы против ЦСКА играли. Зашли в раздевалку там Тихонов Викторович и там Гущин Влада Иванович. Ребята, не хотите в ЦСКА? Армия, там институт, все, как бы, будет только за. Все, и вот с этого началось. Мы переехали из одного дворца в другой. И все, и как-то пошло, пошло. То есть, по сути-то, вообще все могло очень быстро закончиться? Вообще, как бы, ну, реально, это вот, опять же, вот, ну, почему я все время говорю, что должно фартить, как бы, где-то. Без удачи вообще никак. Который занимает сейчас позицию на пятачке перед воротами. Бросок и гол. Сергей Мазякин сравнивает счет и набирает-таки пятисотое очко в континентальной хоккейной лиге. Поздравляем капитана Металлурга. 14-й его гол в нынешнем сезоне. Вы из Ярославля тогда, там безраздельно властвовал Петр Ильич Воробьев. И молодежная сборная, он же тренировал, насколько я понимаю. Вы не попали в эту сборную, потому что вы уехали за океан в юниорскую лигу, я правильно понял? Ну, я не знаю. Или это не ко мне вопрос. А, в смысле, он вам не говорил? Нет, мы, скажем так, эту тему, потом мы уже встречались в одной команде, но мы никогда эту тему не поднимали. А то, что Сергей Мазякин не формат Петра Ильича, по игровым характеристикам я просто, имею в виду. Как вам кажется, вот так можно сказать или нет? Я думаю, Петр Ильич бы никогда так не сказал. А вы как про себя думаете? Вы формат его? Ну, сейчас я, наверное, могу сказать, что нет, да, но, опять же, у меня было много тренеров, и ни одного тренера я не слышал, что я не формат, например, там, его. Ну, конечно, когда Мазякин столько забивает, какая разница, какой формат. Ну, построиться можно под любого тренера, мне кажется, и, опять же, и тренер тоже должен подстраиваться под команду, смотря какие игроки у тебя находятся в команде. Тот факт, что через некоторое время вы стали работать с Ильей Петровичем Воробьевым, вообще как-то, ну, вы задумывались над этим, ну, как-то анализировали ли схожесть манеры общения? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, я, в первую очередь, я с Ильей Петровичем, мы еще в одной команде играли, так что мы, как бы, знали друг друга, мы и дружили, мы до сих пор тоже общаемся. Общаемся, и сходство, конечно, как без этого-то. Я думаю, что он немножко в другую сторону пошел, он как более такой общительный с командой, скажем так. И я думаю, что это его плюсы огромные. Давайте немножко поговорим про Лигу за океаном. Вы были там в юниорке, ну и все. Была ли когда-нибудь у вас мечта о том, чтобы туда уехать серьезно, поиграть? Да не знаю, ну, как-то у меня в то время у меня такой прям мечты какой-то, чтобы я с ума сходил, чтобы туда поехать. У меня были несколько приложений, как бы, ну, как бы у меня Коламбус задрафтовал меня. Приезжали из Коламбуса, присылали мне как раз, вот я в больнице лежал с лицом, мне присылали там фотку, там, ребята, там, выздоравливали, там, что-то все расписались. Ну, не знаю, как-то не было у меня такого прямо какого-то, какого-то огромного желания, я не знаю. Ну, может быть, у меня как бы семья уже была, 20 лет, наверное, сын родился, и как-то, может быть, от этого исходя, может быть, я как-то... Никогда об этом даже не думал, никогда не жалел, да, как-то иногда думаешь, ну, можно было бы, конечно, попробовать, но какой-то такой... Вот просто вы пересекались с ребятами сборной на чемпионатах мира, да, туда приезжали, оттуда. Вы видели отношение к этим ребятам, да, там, кто приезжал, к звездам, которые не только сборной России, но и там, национальной хоккейной лиги. У вас ничего не йокало в этом плане? Опять же, хотелось доказать, что и здесь можно быть настолько же звездным, скажем, стать, как, не обязательно куда-то ехать, можно играть в своей стране, свой чемпионат и добиваться таких же успехов. Вот теперь Зарипов на площадке, Ли на площадке, Коварш, Ярослав Косов, кол! Сергей Мазякин, 999. Вот так вот. Просто, размеренно, уверенно и, в общем, 1-0 повел в Митогорский металлок. Все говорят, что хоккей изменился. Вот я у всех спрашиваю, особенно, кто давно в хоккее, все говорят, изменился хоккей. Вот вы человек, который с этим хоккеем развиваетесь до сих пор. Можете объяснить, как он изменился? Ну, вообще, как бы, в первую очередь, конечно, площадки уменьшились, из-за этого стало меньше места. Опять же, я там следил из-за НХЛ, например. Там, скажем, вот сейчас последний ПОВ, мне очень понравилось смотреть. Я до этого не особо следил там. А мне понравилась сама игра, скажем, как есть там раскаты, пассы какие-то диагональные. Мы сейчас тут запрещаем все эти пассы там диагональные, а там вот они что-то ошибаются и так далее. Там счета такие, там 6-0, там еще чего-то там. А потом в обратную сторону. Да, да. И как бы, ну, интересно же смотреть. Но я просто, понятно, что результата можно не достичь, но зато интересно. И хоккей, то, что поменялся, ну, может быть, только побыстрее стало. Опять же, тренера, наверное, более, скажем так, требовать начали, чтобы вот такой хоккей, не там, диагональный. От этого и меняется. Но, опять же, мы, когда играли в «Магнитке», да, нам тоже говорили, что вот хоккей меняется. Нам и тренера говорили, а мы пытались, вот мы доказывали, доказывали. То есть сейчас же, опять же, хоккей поменялся. Я сейчас смотрю торпеда, да, Нижний Новгород. Мне интересно смотреть их. Там ребята творят реально как бы на льду. Там какие-то пассы, там такие 50 на 50. Ну, это же интересно смотреть, когда проходит, получается красиво, да? А смотрим там другие команды, не буду называть. Ну, даже не интересно смотреть, вот реально. ЦСКА вот, скажем, играет в какие-то такие, которые для меня, например, не очень интересно смотреть. А вот тоже «Магнитку» в том году, мне было интересно смотреть. Вам противники скажут результат, результат, прошлый финал, ЦСКА «Магнитка», вот этот системный хоккей принес победу. И тренеры скажут, и болельщики ЦСКА вам скажут, что это есть. Ну, нет, хорошо, с результатом все понятно, но, опять же, по той же игре, по той же системности, как вы говорите, скажем, был момент, когда, ну, реально сами как бы отдали и все. То есть тут какой-то системности я не вижу какой-то. Ну, опять же, мы же обыгрывали ЦСКА. То есть, ну, вот я все время как бы говорил, мы даже потом с Родубом разговаривали, когда мы ЦСКА выиграли. Потом на базе там сборной сидели, я говорю, блин, ну я знал, что мы выиграем. Я говорю, я тебе уже один раз проиграл, когда в мутищах был. Он говорит, блин, не поверишь, я тоже об этом думал. Ну, почему все выбирают или так, или так? То есть либо комбинационно, либо там с диагоналями, с закатами, с какими-то такими вещами, либо бей-беги в зону вбросили и побежали. Почему нельзя объединить все это дело? Почему нельзя быстро играть в пас, и никаких вопросов не будет ни по зрелищности, ни по результату? Так мы всегда и пытались играть как бы в пас, да, и как бы заметно, наверное, по-нашему, как мы играли, что тоже для меня тоже всегда интересно, зачем мы бежим с ней, а нельзя просто отдать пас и пытаемся кого-то обогнать там или еще что-то. Мне кажется, все равно у нас, ну скажем так, даже в том же Магитогорске сейчас и Илья Петрович, как бы он сначала был сторонником того хоккея, скажем, вот этого бей-беги там, а потом сейчас он старается все-таки есть такое комбинации, как бы и совмещает и то, и другое, то есть какие-то звенья так играют, какие-то звенья так играют, ну, мне кажется, это вот наше будущее, скажем так. Торпеда может дать моду новую в КХЛ на такой хоккей? Я надеюсь, конечно, и Игоря, конечно, у Реонова, мне интересно за его работой следить, он очень правильно там какие-то вещи, он смотрел интервью с ним, какие-то вещи там правильные говорит. Интересно, да, он потому что и там пожил, там посмотрел все и пытается сейчас принести сюда. Посмотрим, мне бы хотелось, конечно, чтобы Торпеда показал и доказал, наверное, что хоккей все-таки должен быть, на мой взгляд, все-таки для болельщиков красота какая-то, не знаю, интерес. А вот сейчас, Зарипов и Мазякин! Мазякин, гол! Гол один! Есть этот гол Сергея Мазякина! Тысяча! Тысяча очков Сергей Мазякин! Вы всю жизнь были закрытым для прессы, вы вот сейчас, вы завершили карьеру, можете объяснить, почему? В один момент какой-то, вообще в сборной, там, помню, у меня взяли интервью, мы хорошо поговорили, там, то есть, а потом он написал совсем другое. С тех пор, как бы, у меня вот эта вот как-то… Боязнь? Ну, отложилась, да, и вот как-то, может, обиделся я на него, там, или еще что-то, как-то. И как-то перестал, ну, как бы, давать интервью, а потом, не знаю, не могу объяснить, почему. Не знаю, сейчас, но для меня это легче дается, чем раньше, скажем. Не знаю, я как-то выдохнул, что ли, там, не знаю, не знаю, что у меня было в голове. Ну, вы о вот этом решении, вы как-то сожалеете или нет? Ну, может, мне это помогло, что-то, ну, мне, там, все мои, скажем, эмоции оставить в себе и потом выплеснуть их лучше на хоккее, чем где-то. Сергей Мазякин показал, какая должна быть идеальная карьера спортсмена, но при этом Сергей Мазякин еще показал, как не должна вести себя звезда в медиапространстве. Вот вы сейчас согласны с этим тезисом или нет? Ну, наверное, да. Я сейчас пытаюсь перестраиваться вот именно в этом плане, как бы, пытаюсь и, опять же, с вами встречаюсь, и пытаюсь, скажем так, нагнать, что ли, или как сказать? Да, наверстать. Наверстать, да. Впущенное попытаться, так как сейчас, опять же, с детьми занимаюсь, и я думаю, что это сейчас необходимо. Ну, по поводу завершения карьеры, наверное, да, но, опять же, я когда уехал, скажем так, отсюда, я не знал на сто процентов, что я закончил карьеру. То есть все равно какое-то время должно было пройти, у меня были приглашения просто, и, возможно, сюда бы я еще хотел, как бы, может быть, мы договоримся. То есть такого какого-то дозначного решения у меня изначально не было. Сейчас, да, это все, во-первых, мы готовимся, там, это будет все официально уже, но на будущий год, но, ну, там, числа я пока не буду ничего говорить. То есть в следующем году будут торжественные мероприятия? Торжественные, да, должно быть. И еще одна попытка бросить у Мазякина, не получился. Бросок на сей раз. И опять Мазякин шайбой бросает и забивает! Вот этот момент! Сергей Мазякин! Девятисотое очко в континентальной хоккейной лиге! Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь здесь в Магнитке, ваша зона ответственности? Ну, я как директор по развитию, получается, занимаюсь детской школой и ЮХЛ. Ну, вот, то есть мы поставляем, скажем так, должны поставлять молодых хоккеистов для МХЛ, ну, и для первой команды. С вашим приходом вы что-то изменили кардинально в работе школы? Вот, если мы опять немножко вернемся назад к нашему сегодняшнему разговору про хоккей, да, про систему, может быть, игры, про... Ну, вот опять же, сейчас нужно понять вообще, как бы, да, я пригласил тут и Дениса Платонов, работает в школе. Ну, мы пытаемся сейчас пока разобраться, понятно, время прошло, там, три месяца, но тяжело, наверное, понять, что не так. Я ездил и в Академию, и в Омск, смотрел вообще, как люди, чем занимаются. Хочу вот еще в Челябинск ездить в эту, в Академию, посмотреть как-то. Ну, в Ярославле я был в Академии, если честно, как бы, ну, да, немножко все устарело. Немножко? Ну, немножко тогда. То есть, пытаемся что-то, сделать что-то по-новому, опять же, тут много всяких вопросов, решать и решать. Отбивает Бобков. Да, и удаление сейчас будет, а у готовца... Ой, это 4-2 на отложенном штрафе! Что творит магнитка? Да, перевернули они ход встречи. Посмотрим сейчас повтор заброшенной шайбы. Да, там до пятаки провалилась команда Хартли. Вы легенда КХЛ, мы к вам приехали ко второму. Первый был Александр Еременко. Скажите, к кому мы должны поехать к третьему? К Зарипову, наверное. Мы едем в Казань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok